Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Те, кто со мной не знаком, меня зовут Дация, и на этом канале мы говорим обо всем, что связано с материнством и нашими малышами. Ну а те подруги, которые со мной знакомы, вы уже знаете, что во вторник на своем инстаграм я пообещала вам записать этот ролик, опубликовать его сегодня, и тема этого ролика – сон ребенка. Очень часто и много мы об этом говорим, и здесь на канале, и на моем инстаграме, и поэтому я решила все-таки еще раз попробовать с вами поболтать на эту тему, ответить на самые ваши злободневные вопросы и попытаться прийти к какому-то общему консенсусу для того, чтобы помочь нам всем в вопросе сна наших малышей. Сразу хочу сказать, что я не специалист в вопросе сна детей, я не сомнолог, и все, о чем мы сегодня будем говорить в этом видеоролике, «Это всего лишь мой материнский опыт с моим малышом». Этот опыт, он основывается, конечно же, на литературе и на авторов, которых я изучала. Как правило, это авторы с многолетним опытом в работе со сном ребенка. Здесь внизу экрана еще раз напишу двух самых главных специалистов, на мнение которых я опираюсь, но остальное вы, конечно же, можете найти самостоятельно. Какой-то особой структуры в нашем видеоролике сегодня не будет, поскольку вопросов было много, поэтому, чтобы получить ответ именно на ваш вопрос, смотрите ролик до конца, и вы обязательно услышите ответ от меня. Почему, в принципе, говорю на эту тему? Говорю на эту тему просто потому, что моему ребенку только что исполнился год, и он прекрасно спит как ночью, так и днем. И наш опыт с обучением ребенка самостоятельному засыпанию, режиму, переходу с большего количества дневных снов на меньшее, отлучение от ночных кормлений, регресс сна, все эти процессы мы в своем опыте прошли, и прошли достаточно успешно. Опять же, сразу хочу заметить, что мне не просто повезло с ребенком, который очень хорошо спит, поскольку, когда мой ребенок родился, и у него произошел первый скачок роста, приблизительно в 4 недели его жизни, я столкнулась с абсолютным адом, поскольку мой ребенок, он с самого рождения не любил находиться на руках. То есть, когда я брала его на руки и пыталась укачивать, он орал, кричал. Ему непременно нужно было, чтобы я положила его в кокон, либо в кроватку. Также он мучился газиками, он не понимал, как засыпать. В какой-то момент он начал психовать, если меня не было рядом. То есть, засыпал он только вместе со мной. Причем, если он уже спал, неважно, какое количество времени, стоило мне только выйти из комнаты, как просыпалась сирена, и мой ребенок начинал кричать до того момента, как я не вернулась в комнату и не сидела с ним все время его сна. Днем он спал по 20-30 минут. Ночью, когда он просыпался на свои кормления, он реально просыпался. И требовалось 2-3 часа для того, чтобы ребенка снова уложить спать. Причем не помогало ничто. Я его укачивала на руках, он орал. Я его укачивала в коляске, он орал. Я его укачивала в автокресле, он орал. Я его клала в кроватку, он тоже орал. Поэтому с уверенностью могу сказать, что мне не просто повезло с ребенком, потребовалось достаточно большое количество времени, усилий, труда и постоянства для того, чтобы мой ребенок стал спать нормально. И исходя именно из этого нашего опыта, сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу, что делала я в ситуациях, в которых сейчас находитесь вы, или что бы я сделала, если бы у нас была подобная ситуация той, в которой находитесь сегодня вы. И я очень надеюсь, что мои ответы вам помогут. Ну что ж, поехали. Первый вопрос. А во время беременности вы хорошо спали? Может, внутриутробный режим повлиял? Нет, во время беременности я не спала хорошо. В принципе, я сама по себе, как человек, не сильно-то режимный. И всегда я засыпаю поздно. Люблю просыпаться тоже поздно, что не получается часто. Поэтому, сами понимаете, позднее засыпание, раннее просыпание – это для здоровья человека, режима и внутриутробного в том числе, ну ничего хорошего. Следовательно, здесь я параллельно не вижу. Какие именно подобрать ассоциации на сон? Что можно? Ассоциация на сон – это очень такая коварная и интересная в то же самое время тема. Здесь нужно помнить, какую бы ассоциацию мы ни выбрали, с постоянством ее используя, ребенок возьмет ее в привычку. И впредь он будет отказываться спать без этой ассоциации. И будет ее требовать каждый раз, когда ему нужно будет отправляться на сон. И здесь мы можем говорить о правильных ассоциациях и неправильных ассоциациях. К неправильным ассоциациям обычно относят кормление перед сном, то есть грудь, когда ребенок засыпает на груди и никоим образом иначе. Также неправильной ассоциацией может быть кормление ребенка непосредственно в спальне. Это место, где ребенок должен спать, а не есть. И поэтому он также ассоциирует это действие со сном. Мировые специалисты по самостоятельному засыпанию также будут говорить, что любой инструмент, включая соску, белый шум, колыбельный или в принципе все, что ребенку помогает уснуть, там также игрушки, присутствие мамы, это все неправильные ассоциации сна. К правильным ассоциациям сна мы относим ритуалы, которые мы вводим в привычку ребенка и которые будут служить ребенку триггером, говорящим о том, что ребенку пора спать. И правильные ассоциации очень несложно вести. Вы просто начинаете постоянно, каждый день перед сном делать одно и то же, и у ребенка выработается ассоциация. В нашем случае мы использовали ритуал. Ритуал перед сном мы повторяли ежедневно, без каких-либо исключений, постоянно. Так что ребенок к этим ритуалам привык, и на самом деле по сей день этот ритуал в нашей семье сохранился. С развитием ребенка он немного видоизменился, но основа она остается одной и той же. Когда мой ребенок был совсем маленький, это приблизительно до 6 месяцев, то наш ритуал начинался с купания. Это я говорю про ночной сон. То есть мы где-то за полтора часа до отправления на ночной сон шли в ванную комнату, я набирала теплую ванну, и мы купались. Купались в зависимости, опять же, от его возраста от 20 минут до 40 минут, как ребенок позволял. После купания я делала ребенку легкий массаж, переодевала его в пижамку, и мы отправлялись на наше последнее вечернее кормление. Причем наше кормление происходило не в спальне, то есть не в месте, где ребенок спит. Это как раз-таки неправильная ассоциация. Я его кормила, когда он был совсем маленький, в гостиной, потом, когда он уже подрос, я его начала кормить на кухне. Причем освещение в этих помещениях, оно было нормальным дневным. Понятное дело, что я не светила фонарем ребенку в глаза, но освещение это было абсолютно привычным и нормальным для ребенка в дневное время. И оно говорило ему о том, что пока мы еще спать не отправляемся. И вот ребенок ел. Когда ребенок был совсем маленький, конечно же, на груди он засыпал. Тогда я его поднимала столбиком, держала его какое-то время, пока он либо не проснется, либо не сделает отрыжечку. Также можно щекотать щечки, щекотать животик, щекотать ножки. В общем, делать все, чтобы спокойно и нежно ребенка разбудить, и чтобы он продолжал есть. Такое пробуждение ребенка, оно также хорошо сказывается на грудном вскармливании, поскольку он ест эффективно. А не просто висит на груди, засыпая, и потом уже пока он спит, он в принципе не ест. Таким образом, ребенок уходит на сон практически голодным. После кормления я ребенка отправляла в его качели. У нас были мамару, то есть это автоматические качели, которые в течение 15 минут приблизительно его укачивали, и ребенок успокаивался. В этот момент как раз-таки я приглушала свет и делала обстановку в нашей комнате максимально успокаивающей. Я также могла включить либо звуки природы, там был ручеек, либо звук океана, либо какую-то нежную-нежную колыбельную, для того, чтобы ребенок также дополнительно мог успокаиваться. Сразу скажу, что колыбельные в нашем случае не сильно хорошо работали, чаще всего это были звуки природы. И пока ребенок в своих качелях укачивался, я отправлялась в комнату готовить его спальнее место и его пеленочку. Потом тихонечко его брала, относила в спальню, пеленала, включала белый шум, постепенно выключала свет, клала ребенка в кроватку и говорила ему о том, что сейчас, малыш, пора спать, увидимся во время нашего следующего ночного кормления, мама сейчас уходит. И все, и я просто выходила из нашей спальни. Но, опять же, должна заметить, что это было, когда я уже обучила ребенка самостоятельному засыпанию. Когда ребенок мой становился взрослее, конечно же, наши ритуалы видоизменялись. Мы со временем удалили наше купание и нашу ванну, длительную ванну, с наших вечерних ритуалов, поскольку я заметила, что ребенок начинает после ванн возбуждаться. Обычно с малышами такое может происходить, поэтому мы нашу ванну перенесли на утренние наши процедуры. Также мы добавили нашу магическую черепашку. Это прекрасная игрушка компании Cloud B. Вот так называется компания, здесь есть их бирка. И эта черепаха, она проектор. Здесь есть огонек, который светит на весь потолок и часть стен в комнате и дает проекцию морских волн. Также у него есть шум океана и очень-очень успокаивающая колыбельная. Их можно включить либо вместе, либо по отдельности. И также есть опция, когда можно эти волны остановить, либо включить так, чтобы они переливались. Можно сделать громче, тише. И сзади здесь есть специальная кнопка, которая помогает делать освещение более или менее интенсивным. Вот когда мой малыш подрос и смог уже концентрироваться на переливающейся волны на нашем потолке, эта штука стала для нас незаменимой. И она стала его самой любимой игрушкой именно как раз таки в вечернее время. И, собственно, мы ее используем по сей день как часть нашего ритуала, пока мы ребенка переодеваем после его вечернего купания. Кстати говоря, про купание вечернее, оно просто заключается в том, что мы ребенка умываем, умываем ручки, ножки, личика, попу. И относим ребенка сейчас в нашу уже спальню. Там включаем нашу черепашку, зашториваем все окна и вот в такой вот темноте ребенка переодеваем его пижамку. С ним проводим время, играемся, разговариваем. Где-то приблизительно минут 20-15 это у нас длится. Потом вместе с нашей черепахой отправляемся в его отдельную комнату, в которой, кстати, он сейчас спит абсолютно отдельно от своих родителей. В комнате мы включаем также по сей день белый шум. Мы используем две машинки белого шума. Это одна машинка, которая у нас была практически, наверное, с самого начала Марпак. Она портативная машинка белого шума, которая звучит постоянно. То есть она умрет только тогда, когда сядет батарейка. И вторая машинка белого шума, она от компании Манчкин. И эту машинку мы используем в течение первых 30 минут сна нашего малыша. Ее можно запрограммировать на 10-20-30, я использую 30. И из трех звуков, которые есть в этой машинке, там есть белый шум, сердцебиение и шушукание. Мы используем как раз-таки шушукание. Основной белый шум в нашей машинке Марпак я выключаю через пару часов. Раньше этот белый шум звучал всю ночь, но совсем недавно мы начали его выключать. И в принципе он звучит только на протяжении каких-то нескольких часов, пока мы с моим мужем, будучи, мы не отправляемся на сон. Также, кстати, до того момента, как мы не купили эту машинку Марпак, я использовала наш айпад. На ютубе я скачала файл с белым шумом непрерывным, который звучит там в течение, по-моему, 10 часов. Я поставила его на повтор, и вот всю ночь на моем айпаде этот белый шум в комнате малыша тихонечко звучал. Сейчас, когда этот белый шум всю ночь не звучит, то айпад мы из его комнаты удалили, и сейчас этот шум звучит только на нашей машинке Марпак. И также условием для засыпания ребенка можно сказать, что это часть ритуала, это, конечно же, темная комната малыша. То есть наш малыш засыпает только и исключительно в темной комнате. Для этого я использую шторы-блокаут от компании Гро, ими я завешиваю наши окна. Почему использую их? Просто потому, что они портативные, то есть они на присосках устанавливаются либо на раму, либо на стекло окна. И эту штору можно взять с собой в любую поездку, в путешествие, к бабушке. Также мы в Ригу ее планируем брать, поскольку там у нас тоже нет штор-блокаут, и есть необходимость комнату малыша делать совсем-совсем темной, как на дневной, так и на ночной сон. Но, в принципе, если у вас нет такой шторы-блокаут, помогут жалюзи, помогут подложки специальные, которые пришиваются к обычным шторам для того, чтобы создать максимально темное помещение для ребенка. Зачем это нужно? Это нужно по одной простой причине. Приблизительно с 4 месяцев, когда у ребенка наступает регресс сна, в его системе начинает вырабатываться мелатонин. Это гормон, который позволяет нас отправлять ко сну. И этот гормон, как известно, вырабатывается только в темное время суток. Следовательно, в комнате малыша, когда мы его укладываем спать, должно быть максимально темно. И, как обычно, в его комнате мы его кладем в кроватку, мы выключаем черепашку, говорим ребенку о том, что мы сейчас отправляемся на сон, и просто с мужем выходим из комнаты, и ребенок спокойно в течение 15 минут засыпает. Если говорить про дневные сны, то ритуалы, конечно же, другие. Здесь мы просто переодеваем ребенка в пижаму, затемняем комнату, включаем белый шум, и также кладем его в кроватку, и выходим из комнаты. Так, следующий вопрос. Сын не хочет спать укрытым, но если надеваю комбез, просыпается при замене подгуза. Конечно же, замена подгузника, она может разбудить ребенка. Когда я ночью кормила своего малыша, я подгузник всегда меняла до кормления. Для того, чтобы после ночного кормления ребенок мог спокойненько продолжать спать и сильно не бодрствовал. Даже в тот момент, когда я после кормления поднимала его столбиком, чтобы он сделал отрыжку. Причем здесь важно упомянуть, что ночное кормление и сон во время ночного кормления, он не считается плохой ассоциацией, поскольку ночью ребенок может, практически не просыпаясь, есть и дальше продолжать свой ночной сон. Ну а что касается одеялок, то не следует малыша укрывать до лет двух, поскольку это небезопасно. Для безопасного сна ребенка существуют спальные мешочки и комбинезоны, и пижамы, которые помогут ребенку спать в тепле и не мерзнуть. Покажу, какими пеленками, спальными мешками и пижамами пользовались и пользуемся по сей день мы. Первая наша пеленочка – это пеленка от Love to Dream. Эта пеленка идеальным образом нам помогла отучиться от нашего пеленания. И, кстати, если говорить про просыпание ребенка во время смены подгузника ночью, ну раз уж, например, случилась авария, его стоит поменять вне зависимости от ночных кормлений, то, конечно же, ребенок, скорее всего, проснется. Мой просыпался особенно в те моменты, когда я использовала пеленки с липучками. Они достаточно громкие, и они могли ребенка потревожить. Ну, в общем, и в целом я как-то этот процесс всегда синхронизировала, то есть я меняла подгузник перед каждым ночным кормлением, и, в принципе, ребенку этого было абсолютно достаточно. Сейчас, когда ребенок спит всю ночь, мы пользуемся ночным подгузником Haggis, и ребенок абсолютно не протекает, и нет необходимости ночью менять этот подгузник. Так вот, возвращаясь к этой пеленке. Этой пеленкой мы начали пользоваться с 4 месяцев, когда ребенок уже давал некие признаки того, что он будет переворачиваться на животик, и в это время, как известно, нужно ребенка от пеленки освобождать. И этим конкретным мешочком пеленкой мы пользовались для того, чтобы его от пеленки отучить, поскольку здесь есть вот такие вот классные плечики, которые позволяют освободить маленькую ручку ребенка. Если говорить про смену подгузника, здесь есть система двойной молнии, которую можно открыть и снизу, таким образом помогая маме поменять подгузник. Но в этом вопросе, боюсь разочаровать, в моем опыте любая пеленка, даже вот такой вот мешочек, который открывается снизу, он открывается недостаточно для того, чтобы поменять этот подгузник, не тревожить сильно ребенка. В любом случае, нужно его очень сильно раскрывать, открывать его практически до верха и доставать прям с попой ребенка из этого мешочка, чтобы действительно поменять нормально подгузник и одеть его не криво, что опять же может стать риском того, что ребенок протечет. Поэтому, если вы меняете подгузник несколько раз в ночь и эта смена подгузника не синхронизирована с вашим ночным кормлением, то, наверное, нет такого идеального рецепта или идеального совета, как подменять подгуз и не разбудить ребенка, поскольку, скорее всего, это в любом случае произойдет. Также мы пользовались спальными мешочками. Вот этот наш самый-самый любимый спальный мешочек от Voxy, вот так фирма называется. Почему его любим? Потому что, во-первых, он двухсторонний, во-вторых, он из очень-очень качественных натуральных материалов, которые приятны для кожи малыша, и он служит очень долгое время, так как здесь есть специальные кнопки сзади, которые можно использовать для того, чтобы подогнуть этот мешочек, когда малыш еще маленький, ему не нужна полная длина этого мешка, этот мешок становится таким более коротким. Ну, а когда ребенок подрастает, ты просто можешь отстегнуть, и вот он становится очень-очень-очень длинным. Совсем недавно мы закончили пользоваться этими мешочками, перешли на пижамы, но до него у нас был еще вот такой поменьше, совсем такой теплый зимний мешочек. Причем эти мешочки, ровно как и пижамы, они существуют зимние и летние. Определяет категорию этого мешочка такое обозначение, как TOG, три буквы, T, O, G. И если это зимний мешочек, то на упаковке будет написано TOG 2,5. И если это будет летний мешочек, то есть для более теплой погоды или для помещений, в которых от 20 до 24 градусов, тогда будет TOG 1, либо 1,5. Это считается летний мешочек. И то же самое касается наших пижам. Здесь у нас есть наши пижамы от компании Love to Dream. Это та же компания, что и вот это первая наша пеленка-мешочек. Вот так выглядит очень классная пижама. Их я просто обожаю. У нас их несколько видов. Вот это как раз-таки 2,5. Это зимняя пижама. Она для помещений до 20 градусов. Здесь есть вот эта стеганая средняя часть, которая как раз-таки создает тепло нашего малыша. И сверху есть длинный рукавчик. Здесь он просто хлопковый, двойной. А снизу есть ножки. Причем ножки, они могут закрываться и открываться. Вот так вот. Здесь он будет с открытыми ножками, а здесь он будет с закрытыми. И утром просыпаюсь, нет необходимости сразу эту пижаму снимать, поскольку в ней он также может немного еще побегать, поиграться. Она вот прям такая, как комбинезончик. И вторая вот наша пижамка, та же компания Love to Dream. Это летняя пижама, в которой мы как раз-таки сейчас спим ночью. Первую мы сейчас используем днем, когда я открываю окна во время его дневного сна. Так вот, эта вторая пижамка, она как раз летняя, как я уже сказала. У нее короткие рукавчики. Верхняя часть здесь двойная. В рукавчике она уже не двойная. Тут один слой материала. И также такой более легкий, но все же стеганный теплый материал. Здесь на средней части этой пижамы. И также ножки, которые могут быть закрыты либо открыты. И также малыш может в них бегать. Вот такая вот красота. Эти пижамки и спальные мешочки могут вам помочь ребенка укрывать, и чтобы он не замерзал. Но опять же, по своему опыту могу сказать, что ни один такой мешочек не дает вам гарантию, что ребенок при смене подгузника не проснется, к сожалению. Следующий вопрос. У Рэма жесткий матрас. Переживаем, что нашему некомфортно на таком. Смотрите, хорошие матрасы для новорожденных малышей, они, как правило, двусторонние. Та сторона, которая до года, она более твердая. И вам не нужно волноваться, что ребенку может быть на таком матрасе неудобно. Ему очень удобно и комфортно. Также ему не нужна подушка. И более твердый матрас, он как раз таки сделан, во-первых, для правильного развития позвоночника ребенка, и для безопасности ребенка во время сна. Поскольку, если матрас очень мягкий, знаете, такой воздушный, пушистый, и если ребенок уткнется в этот матрас, либо, опять же, в подушку, или одеяло, либо в игрушку, неважно во что, что бы вы не положили в кроватку, он может задохнуться. Поэтому до года мы используем достаточно твердые матрасы. После года их можно переворачивать на более мягкую сторону, либо, если у вас не двусторонний матрас, купить другой, более мягкий, и ребенок уже безопасно может спать на более мягком матрасе. Так, как именно укладывать спать шаг за шагом ваши действия? Ну, я уже только что рассказывала, когда говорила про ритуал, и здесь наверху на экране оставляю для вас видеоролик, в котором я показываю наш вечерний ритуал, и шаг за шагом, как я укладывала малыша спать. Там он еще совсем маленький, ему два месяца, но, как я уже сказала, свой ритуал вы можете адаптировать под ваши условия в вашем доме, под вашего ребенка, что ему нравится, не нравится, и под возраст вашего ребенка, что работает наиболее хорошо для его удачного отправления и спокойного отправления на сон. Но за основу, конечно же, вы можете взять наш ритуал. Вопрос. Как отучить засыпать на груди и сменить ассоциацию на сон ребенку почти год? Ну, здесь, наверное, этот ответ, он будет касаться не только засыпания на груди, также укачивания бесконечных. Там некоторые дети засыпают только катаясь в машине в автокресле, либо только в коляске и так далее, и так далее. Отучить ребенка засыпать на груди – это просто перестать его кормить прямо перед сном. Опять же, наверху экрана оставлю вам свой первый видеоролик, в котором я рассказываю, как я отучала ребенка от засыпания на груди и как обучала самостоятельному засыпанию. Пожалуйста, посмотрите этот видеоролик. Там я детально рассказываю шаг за шагом. Причем там сложность была не только в том, что ребенок засыпал на груди. Там я его постепенно отучала от засыпания на груди, от засыпания вместе со мной, от сна, если я нахожусь в комнате и так далее. То есть там очень много шагов, и в принципе я рассказываю очень детально, как я ребенка отучила. Но самый главный принцип – просто перестаньте так делать. Выйдите из вашей спальни, не кормите ребенка непосредственно перед сном, его таким образом усыпляя. Оставьте между кормлением и сном приблизительно 15-20 минут бодрствования ребенка. Не бойтесь того, что ребенок после кормления проснется. Это не означает, что его потом будет не уложить. Просто его разбудите тихонечко, комфортно, чтобы его не пугать, чтобы его не раздражать. Создайте общую атмосферу в комнате во время вот этого бодрствования 15-20 минут, опять же успокаивающей. Включите звуки природы, включите его качели, включите ему колыбельную. Все, что вашему ребенку может понравиться, подойти. Приглушите немного свет, зашторьте занавески. Создайте вот такой вот, знаете, успокаивающий ночной бодуар, и дайте ребенку 15-20 минут, и он снова станет сонным, вы увидите. И даже если в первый, второй, третий день этого не происходит, будьте терпеливы. Ребенку может понадобиться до двух недель для того, чтобы привыкнуть к новому порядку. Как определить время бодрствования и количество, и сумму часов дневных снов 9 месяцев? Это очень просто. В 9 месяцев в среднем ребенку нужно 15 часов сна в сутки. И приблизительно 11 из них должны выпадать на ночной сон. И таким образом вы просто высчитываете общую сумму, сколько у вас после ночного вашего сна остается времени на дневные сны, и следите за тем, чтобы ребенок эти часы высыпал. Как правило, у ребенка в 9 месяцев будет 2 дневных сна. И на эти 2 дневных сна у нас приблизительно 4 часа. 2,5, как правило, будут выпадать на утренний сон, и оставшиеся 1,5 на второй дневной сон. По поводу время бодрствования. В утренние часы время бодрствования короче, чем дневное. Как правило, после того, как 9-месячный ребенок просыпается утром, он будет бодрствовать максимум 2-2,5, ну может быть 3 часа. Это опять же зависит от ребенка. И тогда он будет отправляться на первый свой дневной сон. Потом после первого дневного сна до второго у него может быть до 4 часов времени бодрствования. Также между просыпанием после второго дневного сна и уходом в ночь у ребенка может быть приблизительно 3-4 часа. Здесь вы также смотрите по своему ребенку, просто распишите свой график и режим на день на бумаге, и вы поймете, во сколько вам нужно ребенка будить и укладывать для того, чтобы этот режим складывался очень логично и для того, чтобы ребенок не переутомлялся. Или чтобы вы не отправляли ребенка на его сон слишком быстро. Когда Рэм стал спать дольше свои дневные сны, нам почти 5 месяцев, дневной сон 30-40 минут. Слушайте, спать он дольше стал достаточно поздно, наверное, только с месяцев 8-9, что-то типа того, так чтобы постоянно и очень стабильно. Но в принципе есть дети, которые спят только по 30-40 минут днем. И это то время, минимальное время, которое считается достаточным для того, чтобы ребенок высыпался. Ребенок всегда просыпается в разное время. То 30 минут спит, то 2 часа. Не получается режим. Несколько таких мамочек мне написало, что на самом деле с режимом вам повезло, есть детки, которые просто не обучаются режиму и так далее. Не могу на 100% утверждать, что нет детей, которые не обучаются режиму, но здесь я должна говорить исключительно с точки зрения моего опыта и той литературы, которую я прочла. И эта литература говорит о том, что обучить, возможно, всех детей поголовно. Вот абсолютно всех. Здесь только лишь вопрос в настрое родителей. То, насколько они готовы подчинить свою собственную жизнь и свой день режиму ребенка, и насколько они готовы постоянно соблюдать этот режим и его не нарушать. Поскольку для маленького человека, его психического развития, ему нужно постоянство. И это очень простое правило. То есть, если ты будешь повторять одно и то же ежедневно, ребенок привыкнет. То же самое с нами, со взрослыми людьми. Если ты будешь постоянно ежедневно делать одно и то же, рано или поздно это превратится в твою привычку, которую сломать потом уже будет очень-очень тяжело. То есть, человек, он в принципе существо привычки. И исходя из этого, я все-таки склоняюсь думать, что обучить ребенка можно. Здесь нужно только нам очень усердно над этим работать. И я по себе знаю, насколько это сложно. Потому что очень часто бывает, ты устаешь, у тебя какие-то планы, тебе нужно выехать из дома. Ты, может быть, не хочешь сидеть в машине, пока ребенок спит. Ты не можешь постоянно весь свой день организовывать и планировать вокруг дневных снов. Например, сейчас, когда мой Рэм спит один раз в день, его укладываю в час, это очень сложно. Я сама не думала, насколько это будет сложно, потому что это вот прям середина дня. И получается, ты не туда и не сюда. И ты не можешь сильно активно что-то делать в утренние часы, поскольку у тебя есть твои какие-то ритуалы, купание, утренние кормления, завтраки. Он становится сонным достаточно быстро. И есть промежуток времени, который мы просто держим ребенка до его сна, чтобы он не засыпал. И если, например, ты выйдешь из дома, то есть великий шанс, что ты не успеешь вернуться к тому моменту, как он уже стал сонным, он просто заснет в машине, а там он поспит минут 45 от силы. И также вторая часть дня. Там ты уже начинаешь думать, блин, после трех выезжать это не сильно удобно, пробки, может быть, другие люди, с которыми у тебя есть какие-то планы, они в это время не могут. И таким образом получается, что ты, в принципе, должен отложить всю свою жизнь и сидеть только дома постоянно. Или ребенка, например, катать в коляске, уехать на весь день, например, в парк или куда-то, не знаю, на пляж, или не важно, где вы гуляете, и вот с ребенком это все время проводить там, чтобы он мог хотя бы какое-то время поспать. Я это все прекрасно понимаю, на себе это проходило, и, конечно же, есть дни, когда не получается держать этот режим. Но если в основной массе времени ты все-таки свою жизнь этому режиму подчиняешь, и понимаешь, что ребенку урон нанесет не то, что он будет находиться вот в этом строгом режиме, наоборот, это для него полезно, а урон для него будет наносить вот это непостоянство. Его маленькая развивающаяся психика, она не способна аккумулировать всю информацию, ее обрабатывать, если у него нет вот этого графика режима, и он не может спокойно в одно и то же время засыпать. Плюс ко всему, конечно же, со временем, когда у ребенка есть режим, он также к этому времени сна, он начинает чувствовать вот эту тягу и необходимость поспать, и поэтому со временем становится легче. Ровно так же и происходит во время каких-то изменений, скачков роста, зубов, новых умелок, которые, несомненно, мешают ребенку спать. Например, когда он встает, и он начинает в кроватке стоять и кричать. Да, это время ребенок будет спать хуже, и сон его, и режим его будет нарушен, скорее всего. Опять же, он будет меньше нарушен для тех малышей, которые находятся в режиме долгое время, вот прям с раннего своего возраста. И так же сложнее они будут проходить для тех детей, которые не были в режиме, или которые только начали обучаться режиму. Здесь все очень-очень взаимосвязано, и на самом деле всю пользу режима я ощутила как раз-таки только в тот момент, когда у моего ребенка были вот эти скачки роста, зубы, простуда, заболевания, новые умелки, и в том числе регресс сна. Вот только тогда я поняла, насколько круто, что он у меня в режиме, и что он умеет самостоятельно засыпать, поскольку эти умелки его так сильно не беспокоили, и даже если он просыпался, и даже если он там ходил по своей кроватке, вставал на четвереньки и так далее, он все равно укладывался и засыпал дальше. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, и говоря о том, что ребенок спит то 2 часа, то 30 минут, постарайтесь все-таки еще раз попробовать его вернуть к режиму, и дайте ребенку хотя бы 2 недели к этому режиму привыкнуть. И если в какие-то дни будет не получаться, не отчаивайтесь, добавьте еще один день к вашему сроку обучения. И я уверена, у вас все получится. И будьте постоянны, обязательно не съезжайте с этой дорожки, будьте постоянны, просто выдержите это время, и потом вы сами себе будете очень-очень благодарны. Следующий вопрос. Гиперактивный ребенок не засыпает сам, подскажите, как наладить самостоятельное засыпание? Это, кстати говоря, также будет относиться к тем мамочкам, которые писали о том, что ребенка невозможно уложить, что он там час бегает по кровати, играется, смеется, плачет, ну неважно, делает, короче, в кровати все, только не засыпает. Попробуйте укладывать ребенка на полчаса раньше. Каждый день по 5-10 минут сдвигайте ваше время ухода на сон до того момента, как вы не станете его укладывать на полчаса раньше. Есть такое понятие, как перевозбуждение. И если ребенок слишком активный и прям целый час не может уснуть, он вполне возможно перевозбужден. Перевозбуждение отнюдь не означает, что он будет орать, кричать, психовать или будет какой-то ад. Нет, он может просто играться или просто по кроватке ползать и просто тупо не спать. Следовательно, если вы попробуете ребенка уложить на полчаса раньше и приучить его к этому новому времени засыпания, то это может решить проблему перевозбуждения. И причем не бойтесь, ни в коем случае не бойтесь, что если вы уложите ребенка на полчаса раньше, он будет раньше вставать. Может быть, первые дни да, но со временем он будет вставать ровно в то время, в которое вставал раньше, или в то время, которое для него достаточно, для его комфортного ночного сна. Также избавиться от перевозбуждения поможет, опять же, налаживание дневных снов и того времени, которое вы выбираете в промежутке между этими снами. Поговорите, пожалуйста, со своим педиатром, чтобы он вам дал табличку с временем бодрствования и временем сна вашего ребенка в вашем возрасте. В конце концов, загуглите, и там есть огромное количество этих картинок и табличек, по которым вы можете руководствоваться, и которые помогут вам легче определить, во сколько лучше укладывать ребенка и как лучше рассчитывать часы сна и бодрствования именно в вашем возрасте. И как раз-таки этот правильный расчет всех снов в сутки, в совокупности, он поможет вам избавиться от перевозбуждения, от ранних просыпаний. Мне мамочки многие пишут, что ребенок просыпается в 5.30. Это очень рано, и это неправильно, что ребенок просыпается так рано. Да, они встают раньше взрослых. Дети, как правило, могут вставать в 6-7, и это нормально. Но, во-первых, с возрастом это время будет немножечко смещаться, и ребенок станет просыпаться позже. И также с этим вам будет помогать правильный расчет времени, в которое вы его укладываете. И опять же, напомню, пожалуйста, не бойтесь укладывать ребенка на полчаса раньше или даже на час раньше. Время укладывания ребенка может начинаться от 6 часов вечера. Насколько бы странно это ни казалось, но ребенка можно укладывать от 6 часов вечера. Например, если ребенку где-то 9 месяцев, возьмем вот такой возраст, то его можно укладывать с 6.30 до 8 вечера. Это самое оптимальное время. Почему? Потому что он должен уснуть до 8, поскольку именно с 8 до 12 это время, когда он спит крепче всего. Это самое такое продуктивное хорошее время для обработки информации, для развития его психики, когнитивных процессов и так далее, и так далее. Поэтому здесь, опять же, я прям как старый сектант пою одну и ту же песню. Здесь мы снова возвращаемся к нашему режиму и к правильному определению режима именно для вашего ребенка. И именно этот вопрос решит все наши проблемы, в том числе и тот момент, что ребенок либо спит, как попало, либо не засыпает подолгу в своей кроватке, либо просыпается очень и очень рано. Так, вопрос. Кормите ли вы смесью перед сном? Нет, я перед сном не кормлю ничем, ни смесью, ни едой и так далее. То есть мы ребенка кормим заблаговременно до сна. Раньше это было за 20 минут, то есть я имею в виду, он заканчивал свой прием пищи за 20 минут до его отправления на сон. И сейчас, когда моему ребенку 1 год и 1 месяц, мы его заканчиваем кормить за час до отправления на его ночной сон. Учитывая, что мой ребенок ночью спит от 12 до 14 часов, да, в моей жизни есть такие счастливые дни, когда мой ребенок может уйти, например, в 7.30 спать и проснуться в полодиннадцатого. Это счастье. Конечно, оно происходит крайне редко, но тем не менее, такие случаи бывают. Так вот, при всем при этом он может спать 14 часов и, поверьте мне, ночью он не проголодается. Этого тоже, пожалуйста, не бойтесь, поскольку с развитием и ростом малыш уже не нуждается в ночных кормлениях и может достаточно долгое время спать без кормления. Поскольку месяцев Рэм переехал в свою комнату, не присыпался ли он по ночам? Основательно, по-моему, он переехал в месяцев 7 и у нас еще были ночные кормления. И, конечно же, я вставала и отправлялась к нему на его ночные кормления. Когда ночные кормления мы отменили, все, он больше не просыпался. Как двигать время снов? Время снов нужно двигать постепенно. В принципе, каждый день будет достаточно, если вы будете двигать по 5-10 минут. И если вы, например, двигаете это время для того, чтобы поменять режим или поменять время ухода, например, на ночной сон, или поменять количество дневных снов, уйти, например, от 3 на 2, от 2 на 1 и так далее, дайте ребенку время как минимум 2 недели для того, чтобы привыкнуть к новому режиму. Например, если вы хотите укладывать ребенка на полчаса позже, например, да, вы понимаете, что ему уже не нужно так рано ложиться спать, лето вы хотите дольше гулять, вы ребенка решили уложить на полчаса позже. Что вы делаете? Вы несколько дней укладываете его на 5-10 минут позже, до того момента, как вы достигли вот общую сумму своего получаса. И только тогда, когда вы достигли вот этого полчаса позже, дайте ребенку с этого дня 2 недели минимум для того, чтобы он привык к новому времени ухода на сон. Опять же, если вы меняете, например, ваши дневные сны от 3 на 2 или от 2 на 1, в принципе, работает то же самое правило. Вы просто сдвигаете это время уже не по 5-10 минут, а по полчаса, для того, чтобы потихонечку-потихонечку время бодрствования, оно становилось длиннее, и ребенок уходил на свой дневной сон немного позже. 8 месяцев переворачивается на живот и просыпается. Каждые 30-40 минут садится и плачет. Ну, здесь самый главный вопрос умелок. Если это момент, когда ребенок отрабатывает свои умелки, или только учится переворачиваться на живот и должен привыкнуть спать на животике, тогда ничего страшного, просто придется перетерпеть. Если это вопрос обучения ребенка самостоятельному засыпанию, тогда нужно подождать, пока он отработает эту умелку, привыкнет спать на животике, и в этом вопросе я советую вам научить ребенка засыпать самостоятельно. Это будет ему помогать каждый раз, когда он будет просыпаться. А если ребенку 8 месяцев он уже прошел свой регресс сна, его фазы сна стали короче подобными взрослому человеку, то есть они порядка 40 минут, и это как раз-таки то время, когда ребенок может просыпаться. И когда ребенок просыпается так часто, он должен уметь тут же и сразу спокойненько возвращаться ко сну и засыпать без плача, без мамы, без груди и так далее. Собственно, ровно так же, как делаем это мы во время нашего ночного сна. Следующий вопрос. Ложимся спать в 2 часа ночи, встаем в 12 дня, днем 2 коротких сна по 30-40 минут, 5 месяцев. Ну, опять же, вопрос режима и вопрос того, что вам удобно. Лично я, например, для своего ребенка не стала бы его укладывать в 2 часа ночи, поскольку это для любого человека, неважно взрослый или ребенок, это нездоровое время ухода на сон, то есть наши биологические часы, биологические ритмы и, в принципе, работа нашего организма, она не предполагает ухода на сон так поздно. Это не может принести нам никакого блага. Поэтому я бы, опять же, начала бы работать над правильным режимом, над правильным определением времени сна и бодрствования для ребенка в его возрасте и пыталась бы укладывать, конечно же, ребенка намного-намного раньше. А 2 коротких дневных сна по 30-40 минут в 5 месяцев это абсолютно нормально. С этим, в принципе, ничего не нужно делать. Здесь я бы просто поработала над ночным сном. Без укачивания не засыпает совсем, даже на улице. Тут мы возвращаемся к самому началу этого видеоролика, где я рассказывала про правильные и неправильные ассоциации сна. Как думаете, работают ли каши с мелиссой типа ночные и чаи? Лично я, честно, думаю, что нет. Ну или, по крайней мере, я думаю, что эффект будет незначительным. В этом случае я бы, наверное, скорее посоветовала вам приобрести увлажнитель воздуха с функцией распыления эссенции или эфирных масел и распылять в комнате малыша запах той же самой мелиссы или лаванды. Вот это как раз-таки может помочь ребенку лучше засыпать. Мы, кстати, в своем доме именно этим и пользуемся. Ест ночью каждые 3 часа и очень жадно. 10,5 месяцев. Педиатр утверждает, что отучен. Ну, действительно, каждые 3 часа ночью в 10,5 месяцев это очень-очень часто. И обычно в этом возрасте ребенку не требуется есть ночью. В принципе, он уже в 10,5 месяцев должен спать всю ночь и не есть вовсе. Ну или есть, может быть, там разок. Что делала я для того, чтобы отлучить ребенка от ночных кормлений? Во-первых, я наблюдала за ребенком. Если ребенок несколько ночей тут или там, не постоянно, но вот в принципе раз, два, три, не вставал на какое-либо из своих кормлений, я понимала, что можно пробовать ребенка от этого кормления отучать. Поскольку он уже физически в этом кормлении не нуждается, и просто, скорее всего, это кормление вошло в его привычку. Что я делала? Если ребенок просыпался в очередной раз на свое кормление, например, в час ночи, я делала все как обычно. Я включала нашу черепашку, ну или можете включать любой ночник, который у вас в доме есть, который вы и так используете. Я ребенка поднимала, я его брала на руки, я его обнимала, целовала, я его клала на свою кровать, меняла подгузник, одевала обратно спальный мешочек, давала ему попить водички немного и потом относила обратно в кроватку, выключала нашу черепашку и ложилась спать, ожидая, что ребенок тоже уснет. Смысл в том, что ты проделываешь все те же действия, которые ты обычно проделываешь во время ночного кормления, за исключением того, что ты его просто-напросто не кормишь. И таким образом у ребенка создается впечатление, что он вроде поделал все, к чему он привык, и вроде бы как бы все нормально, и теперь можно уходить обратно в сон. И по истечению приблизительно недели, когда ребенок снова просыпался в это же время на эти все процедуры, я проверяла подгузник ребенка, если подгузник был окей и его менять не нужно было, я ничего не включала, я просто ребенка целовала, обнимала, гладила, укладывала его спать и говорила о том, что малыш, сейчас пора спать, есть мы будем немного позже, сейчас время сна. И спокойненько отправлялась в свою кровать, ложилась и вместе с ребенком засыпала. И здесь как раз-таки ребенку поможет его умение самостоятельному засыпанию. И ребенок спокойно может полежать, поиграть, повозиться по этой кровати, но рано или поздно он уснет. Даже если ребенок расплачется и поплачет, то я в любом случае ждала 1 минуту, 2 минуты, 3 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, ровно так же, как я делала, когда я обучала его самостоятельному засыпанию, подходила к ребенку, его успокаивала, проверяла, все ли с ним в порядке, и снова ложилась спать. И в принципе, наверное, самое долгое, что требовалось ребенку, чтобы уснуть, это минут, наверное, 41 разок. Остальные все разы он засыпал за минут 15-20, очень-очень быстро. И по истечению еще какой-то недельки, вуаля, ребенок больше не просыпался. И тут я понимала, что, yes, мы отлучились от одного ночного кормления. Следующий вопрос, почему ты не докачивала никогда? Именно по той причине, чтобы мне не приходилось докачивать его постоянно. То есть мой ребенок, даже во время коротких снов он спал 30-40 минут, это минимальная норма для маленького ребенка, чтобы высыпаться. Некоторые дети действительно так спят, и докачивать в этом случае ребенка нет никакой необходимости. Как понять, что нужно переходить на один сон? Первое, ребенок начинает просыпаться очень-очень рано. Вот прям в 5, в 5.30, вот нетипично рано начинает просыпаться ребенок. И второй признак, что ребенок очень сложно уходит на второй дневной сон. И причем он уходит на него сложно с точки зрения того, что он может уснуть там через час и возиться по кровати до этого, или не уснуть вовсе. Но не уснуть или сложно уходить не один или два раза, а стабильно и постоянно в течение двух недель. И вот когда эти два фактора проявляются в вашем ребенке, вы можете пробовать переводить его на один сон. Причем возраст, в котором в среднем переводят на один сон, это 15 месяцев. От 13 до 18. В среднем 15. Но есть дети, которые уже с года готовы переходить на один дневной сон. Вот тому доказательство мой ребенок, который сейчас спит один дневной сон и чувствует себя прекрасно. Как без слез уложить спать с ребенка, и чтобы спал спокойно? Боюсь вас разочаровать. Обучая ребенка самостоятельному засыпанию. В принципе, обучая ребенка спать спокойно всю ночь, к сожалению, вам придется столкнуться с его слезами. Приблизительно до недели вам придется потерпеть то, что ребенок плачет. И не бойтесь, пожалуйста, того, что вы там его травмируете, или для ребенка это прям какой-то нанесет урон. Это абсолютно не так. Ребенок в этом возрасте плачет, когда он испытывает дискомфорт. Не страдание, а просто дискомфорт. Это единственный способ, как он может маме сообщить о том, что ему некомфортно. И, конечно, когда вы обучаете его либо самостоятельно засыпать, либо он отрабатывает какие-то умелки. Ну, в принципе, любая ситуация, связанная со сном, ему некомфортно. Он действительно ощущает дискомфорт. Ему не нравится, он недоволен, он бесится. И, конечно же, он будет плакать. Но если он знает, что вы рядом, что вы зайдете, что вы его погладите, что ему ничего не угрожает, этот плач закончится от 4 дней до недели, и будет счастье и вам, и вашему ребенку. Как соблюдать режим, если малыш спит всегда по-разному днем или вообще не спит? Он спит по-разному и не спит вообще, потому что у вас нет режима. Когда у вас будет режим, он будет спать в одно и то же время на то и это режим. Пишет мамочка, сплю вместе с ребенком два раза, ну, я так понимаю, двое детей, и это кайф. Ничего не хочу менять. И это круто. Это значит, что вам ничего не нужно менять. Самое важное, что здесь нужно понять, когда мы, в принципе, говорим о самостоятельном засыпании, о режиме сне ребенка, это чтобы вашей семье было комфортно. Какой бы режим вы не выбрали, как бы вы не спали совместно, отдельно, в одной комнате, в разных комнатах, это не важно. Самое важное, чтобы вы соблюдали общие правила для ребенка, чтобы его психика могла развиваться. И второе, чтобы вашей семье было удобно, чтобы вы были счастливы, чтобы ваш муж был счастлив, чтобы ваш ребенок был счастлив, чтобы ваши старшие или младшие дети были счастливы. Все, что хотите, вот все, что вам подходит, то и делайте. И никто не может вам сказать, что вы делаете неправильно, что вы такая-сякая мама, и что вы не знаете, как воспитывать или как организовать сон вашей семьи. Поэтому здесь семейный совет. Решите, что вы хотите, как вам всем удобно, и как лучше всего вам отправляться на сон, и как вам лучше всего спать, и будет вам счастье. Доброе утро! У нас появились сложности. Просыпается в 12 ночи и начинает вставать в кровати, играть нам 7 месяцев. До этого все было норм. Пересматриваю режим, недогула нет. Стараемся все умелки отрабатывать днем, что-то пошло не так. Ложимся в 6.40 в 7. У вас все классно, у вас реально все так. То, что вы пытаетесь отрабатывать все умелки днем, это очень здорово, и это правильно, что вы так поступаете, но это не означает, что ребенку хватает и достаточно этих упражнений в течение дня. И это точно не означает, что он не будет также эти упражнения проделывать ночью. Поэтому на то время, пока он эти умелки отрабатывает, к сожалению, нужно будет потерпеть. Ровно то же касается зубов, простуды и так далее. Подруги, я тут села перед самым монтажом и поняла, что пропустила парочку важных вопросов. Первый вопрос по поводу того, сдвигаю ли я режим ребенка, если он просыпается в нетипичное время. Ну, например, сейчас наш режим выглядит следующим образом. Ребенок просыпается утром с 8 до 9, потом у нас первый дневной сон в час дня, и уходим мы в ночь в 19.30. И что же делаю я, если мой ребенок просыпается, как, например, пару дней назад в 10.30? В этом случае я сдвигаю наш режим максимум на полчаса. Я смотрю таким образом, чтобы у нас промежуток между его пробуждением и уходом на следующий сон был минимум 3 часа. Следовательно, если он проснулся у меня в пол 11, то уходит на свой следующий сон он пол 2, не позже. Позже я уж точно не сдвигаю. И также сейчас я слежу, чтобы он свой первый дневной сон, и на самом деле единственный, спал не позднее 16.30. То есть это самое позднее, когда он должен проснуться. В нашем случае такого еще не бывало, но тем не менее, если, например, тоже может быть нетипичное время его дневного сна, и он может дольше спать, чем обычно, то в любом случае я буду ребенка будить, чтобы его время сна, оно не заходило за рамки 16.30. Таким образом, я позабочусь о том, чтобы у него было достаточно долгое время бодрствования перед ночным сном, и чтобы он мог нагулять, скажем так, свою усталость и спокойненько уйти спать в ночь без проблем. И самая главная причина, почему я не двигаю больше наш режим, просто чтобы он сохранялся, и чтобы у ребенка было четкое понимание, во сколько мы просыпаемся, во сколько мы идем спать. И второй вопрос был по поводу того, как нам рассчитывать наш режим, и летит ли он в тартарары, если, например, мы по времени ребенка укладываем, а он целый час там возюкается по своей кровати. То есть, как тогда рассчитывать вот это время режимом? Я в таких случаях не трогаю режим вообще никоим образом. Здесь тот же самый принцип. Мы его укладываем в одно время, он просыпается приблизительно в одно и то же время, и дневные сны у нас тоже приблизительно в одно и то же время. Если ребенок, например, очень долго не может уснуть, уходя на ночной сон, тогда я единственное, что могу сделать, уложить его на полчаса раньше, для того, чтобы ребенок не перевозбуждался. Потому что самым главным признаком перевозбуждения это то, что ребенок не может никак уснуть, и он активный или чрезмерно активный. Но это такая крайняя мера, поскольку я уже наблюдаю за своим ребенком и за другими детьми, которые старше Рэма, и понимаю, что ко времени ухода на ночной сон они очень-очень активные. То есть они могут стоять на голове, они могут придуриваться, играться, кричать, бегать, носиться. И в принципе они очень-очень активные. И с Рэмом у нас на самом деле ровно то же самое. Пока он был грудничком, совсем маленьким, я соблюдала правила, что перед тем, как уложить ребенка, я не смотрю ему особо в глаза, я с ним не разговариваю. Таким образом я не провоцирую его на ответные действия. То есть я ему показываю, что сейчас мы готовимся отдыхать, и сейчас не нужно активно общаться. В свою очередь сейчас, когда ребенок уже подрос, я вижу по нему, что вот этот наш ритуал вечерний, когда мы с черепашкой в темноте переодеваемся в пижамку и немного времени вместе проводим, особенно в карантине все вместе, то для него это очень счастливое и радостное время, когда он может забавляться, гулять с нами там по этой кровати, носиться, играться. И на самом деле мы не запрещаем ему беситься. То есть мы позволяем ему и кричать, и смеяться, и сами его частенько тоже смешим всякими разными пукалками в животик, щекотанием и так далее. Но делаем это просто потому, что, во-первых, мы видим, что на нашего ребенка это не влияет. То есть мы можем реально беситься по нашей кровати в спальне, через 2 минуты унести его в кроватку, и он ляжет на животик, и он уснет. То есть ему даже не нужно время особо, чтобы засыпать. Второе, сейчас я вижу, насколько много счастья ему это приносит, особенно, как я уже говорила, во время карантина, когда папа может быть с нами, когда он не на работе, и может вместе со мной ребенка укладывать. Поэтому вот эти моменты счастья и моменты радости я у своего ребенка не забираю, и как-то, особенно, когда папа с ним забавляется, я их не усмиряю, и, в общем, не запрещаю им играть. Но, опять же, это всего лишь потому, что я вижу, что на сон и уход на сон моего ребенка это никоим образом не влияет, и я знаю, что он уйдет спать. Опять же, если у вашего ребенка такие игры перед сном будут возбуждать, ну, например, как также может это делать горячая ванна вечером, тогда лучше, конечно же, этого не делать. Подруги, второй день монтажа, ролик целый час, но последний вопрос, который у меня от вас поступил, я не могу пропустить. В то же самое время именно этот вопрос, как мне кажется, мамочки обходят стороной, ну, или, по крайней мере, в наших с вами разговорах о детском сне мы ни разу еще его не касались. И вопрос звучит следующим образом. Влияют ли ссоры с мужем на сон ребенка? Это на самом деле очень простой, но в то же самое время гениальный вопрос, поскольку атмосфера в доме, она напрямую влияет на ребенка. И когда мы испробовали все техники, перечитали все книги, испробовали всю теорию, порасспрашивали мамочек, обратились ко всем на свете специалистам, их все равно не можем наладить детский сон, здесь нужно уже посмотреть на вопрос немного глубже и посмотреть, какая же атмосфера в семье и какие отношения между супругами и как они влияют на ребенка. И здесь, мне кажется, может скрываться долгожданный ответ, который столько много мамочек не могут никак получить. Я понимаю прекрасно, мне тоже совсем не хочется обсуждать мои ссоры с моим мужем, которые, естественно, как и в любой другой семье, они происходят. И, конечно, каждый раз, когда ты повышаешь голос, когда ты ругаешься, когда ты кричишь, когда ты слышишь о том, что ребенок начинает плакать, ты понимаешь, что ты совершаешь ровно ту же ошибку, которую совершали твои родители. И ты хоть как бы не старался быть примерным родителем для своего ребенка, и хоть как бы ты сам себе не клялся, что никогда не будешь повторять те же ошибки, которые совершали твои родители, все равно все мы их совершаем просто потому, что жизнь и жизнь. И семья – это отнюдь не самое простое на свете. Поэтому здесь нужно обязательно задуматься, что если все техники, вся теория или практика в семье не работает, то действительно может быть, малыш спит неспокойно, просыпается по ночам часто, либо для того, чтобы уснуть, требует присутствия мамы просто потому, что он тревожится, просто потому, что он беспокоится и чувствует напряжение в отношениях между мамой и папой. И поэтому, когда он отправляется на сон, для того, чтобы успокоиться, ему непременно необходимо присутствие, например, той же самой мамы для того, чтобы уснуть. И каждый раз, когда мама покидает комнату или не находится рядом, а ребенок просыпается, у него начинается тревога с новой силой, и он просыпается, плачет, снова требуя присутствия своей мамы. И как мне кажется, если в семье частые ссоры, постоянно разговоры на повышенных тонах, или даже просто отношения между супругами такие, что один из партнеров постоянно напряжен, его какие-то нужды не удовлетворены, и он чувствует, что ему недостаточно поддержки второго человека, то, конечно же, ребенок такого рода напряжение тоже будет чувствовать, поскольку такое напряжение, хоть на лице мамы или папы есть улыбка, все равно в глазах оно остается. И такого рода напряжение скрыть от маленького человека, который пока еще руководствуется своими импульсами, своей интуицией и своими ощущениями, по большому счету невозможно. Поэтому, если в семье ничто другое не помогает наладить сон ребенка, то обязательно нужно обратить внимание именно на этот аспект. И также, мне кажется, очень важно обратить внимание на общую атмосферу в доме, когда ребенок спит. Я знаю, что многие мамочки, они имеют привычку не сокращать бытовой шум в тот момент, когда ребенок укладывается спать, аргументируя это тем, что ребенок должен учиться спать при любом шуме. Таким образом, семья, она не должна останавливать свою ежедневную жизнь, только потому, что ребенок ушел спать. Или потому, что если ребенок не будет привыкать к бытовому шуму, то его впоследствии будет будить любой малейший шорох, и ребенок не сможет спать вовсе. Не знаю, в нашей семье это правило абсолютно не работает. Когда ребенок укладывается спать, мы в семье все свои бытовые шумы приглушаем. В нашем доме, если кто-то отправляется на сон, и не важно кто, либо это мама, либо это папа, либо это ребенок, остальные члены семьи пытаются вести себя намного более тихо, для того, чтобы не тревожить сон человека. Поскольку мы прекрасно понимаем, что сон, он все-таки требует тишины. Если, например, мой муж в течение дня говорит о том, что он хочет поспать, что он очень устал, и ложится на свой дневной сон, то мне в голову никогда не придет начать пылесосить дом, уже не говоря о том, чтобы с этим пылесосом врываться в спальню, и у его уха начинать делать уборку. На мой взгляд, это абсурд. Поэтому вопрос, почему для нас не абсурд совершать эти действия, когда засыпает ребенок? Он же такой же человек, как и все мы. Понятное дело, что дети спят более глубоко, чем взрослые. Это просто особенность маленького растущего организма. Но в то же самое время, как мне кажется, с самого детства нужно ребенка воспитывать, уважать сон другого человека, ну и с точки зрения родителей, также вести себя уважительно по отношению к сну ребенка. Ну, по крайней мере, в нашей семье это такое золотое правило, которое мы никогда не нарушаем, и как мне кажется, благодаря этому правилу ребенок спит намного-намного лучше. Да и вообще, первые полгода жизни моего ребенка я была той мамой, которая говорила о том, что невозможно отдыхать и спать в то время, когда спит ребенок, поскольку куча дел, которые нужно сделать. Я дала себе полгода, и как белка в колесе жила по этому правилу. Но сейчас, когда моему ребенку уже год, я понимаю, что мир не заканчивается на домашних делах, их прекрасно можно продолжить, когда ребенок проснется. И это прекрасная возможность для меня, как для мамы, просто оставить все, чтобы вы понимали, сейчас мой ребенок спит, и у меня здесь за кадром стоит гора посуды, грязная сковородка. Если кто мне не верит, могу доказать. Я не намерена эту грязную посуду мыть сейчас, пока спит мой ребенок, потому что у меня точно так же, как у него, время отдыха. Я могу, если хочу пойти поспать, я могу просто потупить в телефоне, я могу почитать книгу, я могу посмотреть что-то в интернете, и в то же самое время вести себя тихо, так, чтобы высыпался мой ребенок. Ну, а весь этот бардак, он еще 10 раз прекрасно будет убран, когда мой ребенок проснется. И при всем при этом с точностью могу сказать, что мой ребенок спит при любых бытовых шумах. То есть, он не просыпается, если у меня нечаянно, например, из рук выпала чашка, или он не просыпается, если соседи вдруг решили постучать молотком непременно в то время, когда ребенок спит. В его комнате открыты окна, за окнами у нас происходит стройка, строится школа, и ребенка это абсолютно не беспокоит. И также он спит в своей коляске, когда мы находимся на прогулке. Поэтому смело могу сделать вывод, что тишина в доме во время сна ребенка, она никоим образом не мешает моему ребенку спать, даже в те моменты, когда есть какой-то шум. Ну, а если говорить по поводу криков родителей, ссор, негативной атмосферы и напряжения в доме, то вот это как раз-таки может на 100% мешать ребенку спать. Все, что нужно сделать, это просто провести анализ, особенно тех дней, когда, например, в доме был крик или ссоры. Как ребенок себя вел? Был ли он спокоен? Был ли он тревожный? Начинал ли он плакать? Как он укладывался спать на следующий день? И я думаю, если такой анализ провести, любая мама сможет сделать вывод, что все-таки такие ситуации, такое напряжение на ребенка может очень негативно сказываться и также сказываться на его сон. На этой прекрасной ноте сегодня я наконец-то готова сказать, что с моей стороны на сегодня это все. Надеюсь, что этот видеоролик будет вам полезен и поможет хотя бы одной семье и одному малышу спать намного более спокойно. Если все-таки в этом видеоролике вы не нашли ответы на свои вопросы, продолжайте искать, обратитесь к специалистам, почитайте их книги, может быть, есть смысл взять какой-либо онлайн-курс на эту тему, и я уверена, свои ответы вы все же найдете. Ну, а я сегодня желаю вам доброго дня, желаю сладких снов не только вашим малышам, но и также вам, мамой и папой, поскольку и нам высыпаться время от времени необходимо просто позарез. На сегодня с моей стороны это все. Встретимся в моем следующем видеоролике. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова